Генеральная ассамблея Международного бюро выставок определила столицу Экспо-2020. Напомним, по итогам первого тура голосования с гонки сошёл бразильский Сан-Паулу, получивший всего 13 голосов стран-делегатов МБВ. Большое количество людей поддерживало уральскую столицу на протяжении всего времени. Сан-Паулу вылетел! Во втором туре голосования Турция набрала наименьшее количество голосов – 36, и также выбыла. Перед итоговым туром голосования все надеялись на победу, ведь у Екатеринбурга были отличные шансы. Вот как оценивают город Владимир Власов и Андрей Соболев. Мы приехали с позитивным настроем. Я думаю, что Екатеринбург, Сан-Паулу, как развивающийся регион, должен быть поддержан Международным бюро выставок, потому что это одна из целей. Екатеринбург – красивый город, он способен провести и организовать выставку на самом высоком международном уровне. Мы на это надеемся, мы это поддерживаем. Я надеюсь, мы будем радоваться этому событию. Для Российской Федерации это прежде всего международное продвижение региона, усиление позиций региональных товаропроизводителей на зарубежных рынках, повышение эмиссионной привлекательности среднего Урала, Уральского федерального оборудования. Эти задачи уже решались, а в этом свидетельстве о показательной расходе товарооборота, привлечении инвестиций, в том числе иностранных, которые за последний год выросли три раза. Напомним, что заявку Екатеринбурга представлял вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, экс-глава города и сенатор Аркадий Чернецкий, бывший губернатор Александр Мишарин, а также нобелевский лауреат Андрей Гейм и дирижер Валерий Гергиев. Большинством голосов стран-участниц МБВ в качестве места проведения выставки был поддержан Дубай. Екатеринбург занял вторую строчку. За победителя проголосовали 116 стран. Уральскую столицу поддержали 47. В качестве темы выставки «Эмираты» выбрали «Соединяя умы, создаем будущее». Она направлена на привлечение международных партнеров в поиску решений трех мировых проблем. Это устойчивое развитие, рациональные источники энергии и воды, мобильность, новые системы логистики и транспорта и возможности, новые пути всемирного экономического развития. По итогам голосования Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил. Все видели, надо дальше работать, приумножать то, что уже сделали, необходимо. Независимо от того, что есть, сколько в регионе, в городе или нет, надо дальше работать. Такими же темпами продвигать наши дела и извлечь максимальную пользу от того, что уже соперники, вы все знаете, поэтому соперники более чем достойны. И для нас была большая честь с ними конкурировать. Вместе с тем, я уверен, что мы обязательно придумаем что-то еще для того, чтобы поучаствовать в подобных предприятиях для движения нашего города. Нас действительно узнают, нам относятся с хорошим пилитетом, и то, что мы увидели результаты голосования, это уже говорит о том, что мы на достаточно хорошем уровне с точки зрения узнаваемости. Но это и нам все финал для того, чтобы улучшать нашу работу и оставить себе получение, которое мы достигнем. Продолжение следует...